Хоба! Привет! С вами доктор Влад, у нас плюс 9, ребята, вы не поверите. Второй бабе лето. Так, ну чё тут новости? Совет Федерации единогласно одобрил вхождение в состав России новых территорий. Ну, обычная путинская игра. Да, Путин представляет себя президентом, а группа алкоголиков представляет себя Советом Федерации. Так, Russia Today не открылась. Ну, сегодня день. День не ваш сегодня, Russia Today. Что такое? Представитель ГАООН, это Генеральной Ассамблеи ООН, Кубияк анонсировала возобновление чего? Возобновление спецсессии по референдумам. Так, и чё ещё тоже, Russia Today? Российского посла в Берне вызвали в МИД Швейцарии из-за вхождения новых территорий. Ну, вот так. Достанется им по балде. Так, а вот, Реутерс передаёт, США отправят Украине ещё 4 Хаймарс в рамках пакета помощи на 625 миллионов. Реактивная система залпового огня. Так, Пентагон, двоеточие, передаваемая США Хаймарс, позволит Украине поражать цели в Крыму? Да вот так, ребята. Чтоб не выгибались. Посол Италии в Тиеве считает возможным ядерный удар. Ну, это нагнетают. Посла подкупили итальянского. Да, русские, конечно, подкупили. В ЦИОМ, передаёт, россияне высоко оценили легитимность референдумов в Донбассе. А где проводили-то опрос? А, вот. Пиво, воды, магазинчик. Так, понятно. Так, что ещё? Кремль заявил об ожидании изменения позиции Киева по переговорам. Надо же. Москва дождётся изменения позиции президента Украины Владимира Зеленского, заявившего о невозможности переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным. Либо же будет ждать прихода к власти, готового к диалогу нового украинского лидера. И чё, Пескова поставят, да, вместо Зеленского? Наверное. Но это они так надеются. На польском аэродроме вблизи Украины замечены самолёты НАТО. Хорошо. Причём зафиксирован поток самолётов НАТО. Отлично. Так, Газпром заявил о праве прекратить поставки Молдавии. Так, ага. Так, время ожидания истекло. Ну, это ещё что такое у меня? Сейчас посмотрим. Так, так. В Башкирии намерены развернуть военный госпиталь. Вот оно что. Так. В странах НАТО готовятся к войне, заявили в Минобороны Белоруссии. Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил. Хренин. Я помню, был один Хренин. По небу тучи бегают, дождями сумрак сжат. Под старую телегу рабочие лежат. Это рассказ рабочего Хренина. О Кузнецк-Строе. Так, в Псковской области, Пскопской области, правильно. Пскопские они. На выезде из РФ образовались очереди. А куда они уезжают? Вы куда поехали? Так. Улетевшая в никуда. Светлана Лобода. Прям стихами пишут. Была обнаружена в Нью-Йорке. Нифига себе. Улетела в никуда. Попала в Нью-Йорк. А кто такая Лобода-то? Какая-то Лобода. У него тут такие эти. Ну, улетела в Нью-Йорк, короче, да. Покинула Россию. Овсянникову задержали в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в США. Надо было в никуда влетать. Она сразу раскололась. Задержали. Ну, помните Овсянникову с плакатиком. Так, это что такое? Флайт-радар зафиксировал самолеты НАТО на границе с Украиной. Что-то самолеты НАТО подлетают к Украине. Хорошо. Письков назвал позитивными идеи Маска по достижению мира на Украине. Ребят, ну вот если вы меня спрашивали, если не спрашивали, я так отвечу, что купить можно кого угодно. Даже Маска, у которого больше всего миллиардов вообще. Ну, считается. И его купили тоже. Или запугали. Как КГБ работает? Над белгородским селом Казенко сбили ракеты ВСУ. Так, ага. Вот так вот. Как сообщала я Регнум, ночью 4 октября средствами ПВО был предотвращен обстрел поселка Ровеньки. Война пришла в Россию. Лукашенко высказался о мобилизации в Белоруссии. Он не собирается проводить мобилизацию. Ну, это он так говорит. Они все же врут. Так, в Европе заявили о новой волне коронавируса и возврате к ношению масок. Это Франция обсуждает. Ну, наверное, с подачи России, ребята. У нас нет коронавируса в Америке. Точно вам говорю. Да ладно. Посмотрим, что будет. Так, а, вот я тут как раз посмотрел, вот, трекинг коронавируса. Ага, нет у нас. В Америке нет. Ну, то есть он есть, но никакой новой волны. Так. В Москве пенсионер умер после наезда велосипедиста. Нифига себе. Велосипедисты в Москве. На танке что он ехал? Велосипед сверху, на башне. Так. В Москве восьмиклассник подорвался на кофемолке. Ужас какой-то. Вот читаю, у меня глаза вылазят. Были холопами, стали рабами. Рабами. Так Алла Пугачева ответила своим критикам. На минувшей неделе стало известно об ее отъезде из России. Это обсуждалось и резко критиковалось государственными телеканалами в РФ. Она вообще партизанка стала, Пугачева. Так. СМИ передает. Япония может выслать российского консула. Да вот и его уже гонят под зад. Так. Как питаться экономно, пишут. Ох ты, как питаться экономно. Рекомендации врача и примеры рациона на день. Вот оно что. Так, так. Так. Должны быть в питании, значит, присутствовать белки. Полезные жиры, углеводы и клетчатка. Белок надо ловить, ребята. Белок. Жирных вот тут. Полезные жиры. Углеводы. То есть уголек с водичкой. Да. Хорошо, ладно. Так. Власти объяснили громкие хлопки в российском регионе. Объяснил кто-то, какой-то губернатор из Калуги. Объяснил громкие хлопки пролетом сверхзвуковых самолетов. А хлопки-то были в многоэтажных домах. Он прям сквозь них, что ли, пролетел? Так. Хорошо. Сотрудники МВД задержали некрофила с вырытым из могилы телом женщины в багажнике. Прикиньте, а? Извлек оттуда тело из могилы, из свежей могилы и положил в машину, чтобы позже совершить с ним половой акт. Это где такое? В Подмосковье. Это какой-то кошмар. В Италии заявили о часе расплаты для Евросоюза из-за ошибок в сфере энергетики. Да правильно, связали с Россией. Не надо было связываться. Так. Россияне переходят на дешевый алкоголь. Ага, вот так вот. В 22-м году россияне стали пить больше дешевого алкоголя. Это какая-то аналитическая компания выяснила. Так. Ага. Доля дешевой продукции увеличилась с 43% до 60%. Ну, бормотуху пьют. Денег нет. Так. Это что еще? В Скопской области опять на границе с ЕС развернули мобильные призывные пункты. О чем второй раз-то вылазишь у меня? Так. Я уже об этом говорил. 40-летняя супермодель Наталья Водянова беременна в шестой раз. Пшшш. Ну, она из женщин перешла в кошки. Угу. Так. Серверу не удается найти этот сайт. А, это живой журнал. Журнал. А чего он у меня не идет? Сейчас посмотрим. Так. Москвичи. ТТТ. Некрофил. Так. А, это насчет... В общем, тут такая статья была. Что-то ее закрыли. О проблемах импортозамещения процессоров. Теперь будут раистские процессоры. Так. В компьютерах. Представляете? Комната с компьютером. А рядом комната с процессором. Отдельно. Да. Мрак. Ну, ладно. Хорошо. Так. Москвичи начали чаще заказывать готовую еду из ресторанов. Красиво жить не запретишь, ребята. Да. Так. В Свердловской области перестали вручать повестки на частичную мобилизацию. У военкоматов теперь тихо и пусто. Наверное, пожгли всем военкоматы, что ли. Интересно. Так. Семьям мобилизованных на Сахалине пообещали по 5 килограмм рыбы. Я вам вчера рассказывал Баранчика где-то, не помню где. Вот. А на Сахалине 5 килограмм рыбы. А раньше был хоть белый жигуль. А сейчас 5 килограмм рыбы. Ничего себе. Отреставрированный фильм «Летят журавли» выйдет в российский прокат. Ну, я еще ребенком был этот фильм. Показывали. Да ну, Господи. Опять Раша Тудэ не открывается. Ну, давай еще разок попробуем, а. Нет, да ну к черту. Так. К Земле приближается мощнейшая магнитная буря. Деомагнитная буря такой силы создаст перепады напряжения в электросетях. И повредит трансформаторы. Так. Трансформаторы будут гореть, ребята. Имейте в виду. Угу. Так. В центре Москвы построят самый высокий бизнес-центр. Ну, что, километра 4? Не знаю. 14 скоростных лифтов. Угу. Я говорю, москвичи живут совсем по-другому. В Смоленске около общежития Нахимова скончалась 19-летняя девушка. А что она скончалась? А, выпала из окна. Какой кошмар. Сообщается о появлении в зоне СВУ танков Т-90 в экспортной комплектации. Тонированные стекла, что ли? Вот броня у них тонированная, да. Экспортная. Так. Песков поприветствовал план Илона Маска по Украине. Ну. Тут все ясно. Высадили в чистом поле, замерзающий и мобилизованный в Омске. Да, в чистом поле. Привезли в Омск из Норильска и выкинули в чистом поле, оставив ночевать при минусовой температуре без палаток. Вообще кошмар. Так. Путин готовится провести первые за несколько десятилетий ядерные испытания, предостерегает британское издание The Times. По одной версии это может быть сделано в Черном море, по другой в Арктике. Ну да, ну. Не знаю. Мне что-то уже не верится. Больше шума. Лукашенко впервые подтвердил участие в Беларуси в войне с Украиной. За язык его тянули. Ну повесят теперь что. Министерство иностранных дел Северной Кореи поддержало итоги референдумов, которые Россия провела в регионах на востоке Украины. Эти первые, первые, да, стала первой и единственной страной, которая одобрила итоги так называемых референдумов. Северная Корея, да. Шойга заявила, что с начала мобилизации ВС России прибыли более двухсот тысяч человек. Ну как прибыли? Вон они там где-то в поле, в поле, ну я вам рассказывал в Омске, да, просто без палаток спят на земле. Прибыли. Так, мобилизованного россиянина нашли мертвым в военной части Омска. Это седьмая смерть призывника с начала мобилизации. Это только то, что выявили, ребята. Так, российское население готово было к войне, идеологически готово, оно ожидало эту войну. Так, это сказал кто-кто-кто, научный руководитель Левада-центра Лев Гудков. По его оценке, 75% населения поддерживают действия войск РФ. Хотят ли русские войны? Так, что тут еще у меня? Министр иностранных дел ФРГ не видит возможности прекратить войну путем переговоров. Это Анна Лена Бербок. Она так описала позицию Путина. Мы ограбим вашу страну, подчиним ваших граждан, а затем вы можете подписать эту. Ну так что там? Конечно. Российские части, потерпевшие поражение в районе Лимана и на севере Херсонской области, считались одними из лучших в РФ. Это были части 144-й мотострелковой дивизии и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Ну да, вот идите теперь купайтесь в фонтанах, десантники. В Чечне, ребята, это ужасно. В Чечне от сердечного приступа умер муж участницы акции протеста. Он скончался на следующий день после того, как узнал, что их сына насильно отправили на войну в Украине. Его заставили избить жену в наказании за участие в митинге. Ну вот это Чечня, ребята. Заставили избить жену. Комментарии. Где гордый народ Чечни? Что за овцы? Российская нефть оказалась не готова к развороту на восток. Да, трубы нет, так они вот вагонами тащат. Вагонами тоже не получается. Ну так, понятно. Дальше смотрим. Команда Навального перезапускает сеть штабов, чтобы бороться с Путиным, войной и мобилизацией. Нифига себе. Сторонники Алексея Навального считают, что после семи месяцев войны позиции путинского режима ослабли и объявляют о возобновлении работы штабов его сторонников в России. Навальный там руководит из тюрьмы вовсю. Жители Серпухова, это Московская область, пожаловались на мобилизованных, которых разместили в местной военной части. Что же вы морду воротите от русского мира? Да вот, ох тут, бутылки, бутылки, бутылки. Именно так он выглядит, а не эти ваши единороги, феи, во главе с мудрым царем по Первому каналу. Кошмар, грязища. Так, что еще? Так, радио Свобода. Верховный лидер Ирана Айтала Али Хаминеи, которого призывают свергнуть протестующие иранцы, обвинил в организации беспорядков США и сионистов. Ну, сионисты всегда во всем виноваты. Да, так, что-то там еще. О, вот это да. А я его знаю. Фотография. Уссурийский районный суд продлил принудительное лечение шамана Александра Габышева в городской психбольнице специального типа. Ну, знаете, что такое совковая психбольница специального типа? Хуже тюрьмы. Так. Суд в аннексированном России Крыму назначил штраф в размере 40 тысяч рублей миссис Крым-2022 Ольге Валеевой за исполнение песни «Червона Калина». За песенку 40 тысяч. Так, что тут еще. С начала года богатейшие граждане России потеряли в общей сложности почти 100 миллиардов долларов. Более трети этих потерь пришлось на последний месяц. Нифига себе, друзья путинские бабки теряют. Так, хорошо. Китайские компании со значительной выгодой для себя направляют в Европу танкеры с американским сжиженным природным газом и помогают европейским странам пополнять запасы топлива накануне зимы. Вот китайцы подсуетились. Так, я заканчиваю, ребята. Чеченские события – это прогулка по парку по сравнению с тем, что происходит на Украине. Российский контрактник рассказал о том, как войну в Украине видят воюющие на фронте российские солдаты. Нифига себе. Так, верховный лама Калмыкии, Телу Тулку Ринпоче, осудил войну в Украине и заявил, что в ней права украинская страна. Вот так вот, это лама Калмыкии, да. И последнее мне понравилось, я тут смотрел Швеца, и кто-то ему комментарий написал, что такое вот расшифровка СВО, что такое СВО. Снова Вова обделался. Вот, правильно, ребята. У меня все на утро. Пока. С вами доктор Влад. Продолжение следует.